Вы знаете, чем хорошо телевидение? Да, оно даже потихонечку будет выносить вам мозги. Я это видел своими глазами, уж поверьте мне. Сколько политических проституток должны вам выносить мозг? Штук 40. Могу ли я им стать? Наверное, да. По одной простой причине. Наша средняя заработная плата по всей стране как-то не дотягивает до 500 евро, а это минимум для Франции, естественно. На сегодняшний день с курсом евро 75 рублей, это примерно 40 тысяч рублей. Правители нашей страны, вы ничего не оборзели? Мы еле тянем на 25 тысяч. Еле-еле. А видеоператоры, монтажеры работают за 15 срок. 11 ноября 2018 года. Это нормально? Конечно, мы хотим получать от соточки зелени или евро в месяц. Как ваши проститутки. И тогда можно обосрать всех подряд. Ты Ленина и Сталина как-то не забывая историю. Если бы не они, то нас бы и не было. Вот тот самый вопрос мучил наших любимых и практически ровных с нами китайских товарищей. Мучил в 1989 году. Там дебилы из студентов были. Так вот, там их просто раздавили танками. А съезд КПК сказал, что нас не волнует прошлое. Нам будущее нужно. И какое у них будущее, ставшее сейчас? Да мы просто в полнейшем отстое. После их терминалов для вылета, наши Шеремудева с С-группой это такое говно. Вот так работает коммунизм. Дает всем возможность заработать. Всем, всем, всем. Не давя налоговой, давая дешевые места, с минимальной арендой, а может и без. Развивая все свое производство. Разрешая воровать лучшее и закрывая на это глаза. Ну чем вам не радость то? И при этом для дебилов есть смертная казнь. Нормальненько живет коммунистический Китай. И круче нашего. Все, что понимает коммунизм и социализм. Это то, что нужно для народа. А не то, что нужно для 300 миллиардеров. И что у нас происходит, я вам скажу. К 30 годам мы вырастили, по-моему, полных придурков. И им очень-очень далеко до люмпенной интеллигенции, которая, не видев многое, скулит, не въезжая в правила, написанные для всех. А КПРФ, во-первых, во-вторых и в-третьих, так вот, она работает для нашего народа. А работать за идею намного тяжелее, чем работать за копейку. За копейку могут взять тебя за шиворот и спросить, что ты делаешь так, что не так. А вот за идею, если какая сволочь попытается меня взять и спросить, получит пинка под зад. Вот, у нас год этот особенный тем, что он год 101-й годовщины Великого Октября. В том году мы отметили 100-летие Октября. Отметили, кстати, очень достойно в театре оперы и балета. В этом году мы очень достойно отметили 100-летие комсомола. Причем я был на мероприятиях бывших портократов, мы их называем. Они проводили мероприятия в Левобережном дворце культуры и техники ММК. Вот у них комсомол появился неизвестно откуда. Ни разу не упомянули слово коммунистическая партия. И ни разу не сказали, в какой стране мы сейчас живем. И что в ней хорошего, что в ней плохого, а что в ней вовсе невыносимого для людей. Не дали слова нам, только дали 5 пригласительных билетов. А потом все эти лжекомсомольцы разъезжались на шикарных иномарках и было тошно на них смотреть. Президентские выборы. От КПРФ шел Грудинин. Причем Зюганов сразу намекал через газету «Правда», что самое лучшее, что Грудинин займет второе место. Поскольку на этом Грудинина столько всякого дерьма навалили. Что касается ЛДПР, ну это тоже должны понимать, что это партия, которая поддерживает Единую Россию во всех ее голосованиях. Когда что-то нужно. Когда нужно покривляться, там Жириновский из себя изображает независимого политика. Счастливая Россия, я ее так называю. Ну это тоже абсолютно провластная партия, причем абсолютно уже потерявшая свой авторитет. КПРФ заняла достойное второе место. Не думайте, что на это место никто не метил. Изо всех сил, изо всей шкуры на второе место лез Жириновский. Это было видно, заметно. Но как он вел себя на дебатах, тоже, наверное, видели. О Жириновском я говорить не буду. О нем все все знают. И повторять 10 раз не имеет смысла. Люди уже, так сказать, размечтались увидеть себя пенсионерами, а им показали большую палку. До 65 сейчас многие из мужиков просто не доживут. Так как и так очень высокая смертность среди мужского населения. Мужчины по-прежнему как были, так и остаются основной рабочей силой России и всех других стран мира. Женщины, как правило, пристраиваются на какие-то офисные работы. Если даже она работает на производстве, то какую-нибудь поломойку, пол помыла и все. Они там, где производят кокс, где разливают чугун и так далее. Где температура, где высокая загазованность, запыленность. Где люди просто получают профессиональные заболевания и не доживают даже иногда и до 50 лет. Вот это особенность нашей жизни. И вот сейчас люди еще не почувствовали. Все как следует почувствуют уже в 2019 году, в 2020 году. Но в ходе этой пенсионной реформы и в ходе нашего противодействия, только лишь КПРФ, этой реформе реально противодействовала. Проводила митинги, пикеты и прочее. Рейтинг Путина, чтобы вы знали, упал. Если на выборах президентских рейтинг у него зашкаливал до 80%, так, по крайней мере, рисовали, то сейчас у него рейтинг, по разным прикидам, где-то около 40%. Как Путин сейчас не старается его снова восстановить. То есть авторитет у Путина упал. Народ понял, что он голосовал за собственное скорейшее вымирание. Сейчас кто ходит по магазинам, тот знает, что и цены выросли на все. И тарифы ЖКХ поднялись. То есть вот о чем мы предупреждали в ходе президентской кампании, что голосуйте за Путина, получите рост тарифов, рост цен и прочие прелести нашей жизни. То все это и случилось. Кстати, я вполне не исключаю, что могут поднять и уровень рабочего дня с 8-часового до 10-часового. Скажут, да что, они у нас мало работают, 8 часов. Да пусть работают 10. А там и до 12 могут поднять. Но это касается в основном тех, кто работает на крупных производствах. Первый митинг у нас был 28 июля. Пришло 1382 человека. Это мы узнали по подписям, которые мы собирали. То есть тут цифра абсолютно точная. Ну, вы, наверное, знаете, что в конце августа Путин выступил по телевизору и объявил, что там женщинам будет смягчение. О мужиках ни слова не сказал. Мужики для него не существуют. То есть, значит, мужики у нас сейчас опять оказались под ударом. Именно мужики. Женщина там, значит, женщина на офисной работе и до 60 лет доработает, и до 70 захочет работать. Ей это даже выгодно. А вот мужику на горячем или вредном производстве это смерть. У нас и так, чтобы вы знали, по городу Магнитогорску очень высокая онкология. В онкологическом диспансере я как-то был, разговаривал с главным врачом, взял у нее интервью, потом оно появилось в металле. У нас по городу такая статистика. Каждый год число онкологических больных увеличивается на 2000. 2000 приходит, а 2000 уходит на кладбище. И так каждый год идет такой круговорот. Ну, она там мне рассказывала сказки о том, что они могут сейчас поддерживать жизнь онкологических больных. 7 лет, значит, даже и 12 лет. Ну, я думаю, что все это сказки. Если онкология зафиксирована на последней стадии, то человеку остается жить год-полтора. Нормально? Да. В четком соответствии с нашими законами. Никакой самодеятельности. Все пикеты согласованы с администрацией. Мы показываем, что лучше и правильнее слушать о бытие старших, думать о правильном будущем, ставить цели и идти к ним. Только так. По-другому не получится. К слову о том, что присутствует в наших кинозалах. Из искры возгорится пламя. А, вы не знали? Так вот, Звездные войны, господа.